здравствуйте дорогие друзья я вас приветствую на своем канале алла тарот и меня зовут алла наконец-то я добралась до крестика меня попросили тоже поснимать крестик говорят что вот показываешь свое кадышева показываешь военные городки тузель крестик не показываешь и вот я начала со станции метро 3 которая находится здесь недалеко прям перед крестиком если с крестика идти или со стороны кадышева идти тоже перед крестиком сегодня у нас 6 июня 2022 года и я нахожусь напротив самых-самых вкусных пирожков которые называются на нашем узбекском языке гума это означает что в эти пирожки положили все потрошки и они действительно в этом месте самые вкусные сколько лет они здесь торгуют и постоянно у них очередь постоянно свежие такие пирожки мы тоже покупаем но правда летом мы не рискуем покупать у них есть еще с картошкой и есть еще вот с пирожками пирожки такие кругленькие мы в основном берем когда уже прохладно реально дома так не приготовишь ну по крайней мере мы не можем так пойдемте буду вам показывать дальше крестик или тузель тоже по-другому называется второй квартал третий квартал но какой пройду тот и покажу вам остановка автобусная сорок четвертый девяносто первый автобус и и другие автобусы останавливаются здесь а также маршрутки солнце падает сзади светит сзади поэтому от своей тени я избавиться не могу а иду я к своим внучкам в дочке на третий квартал тузель поэтому вышла на крестике и решила пройтись пешком потому что говорят на совести у тебя зулимова нет даже не хочешь показать наш квартал вот исполняю совесть есть меня кстати дорогие друзья хочу вам сказать что не знаю как получится следующие видео выпускать потому что со вторника я положусь на профилактику в госпиталь и на 10 на 12 дней низ то есть не сказали на сколько дней меня точно положат сказали ну а 10 до 12 дней будете отдыхать вместо санатория так что если меня долго не будет не переживайте но постараюсь снять видео попробую с телефона смонтировать я так раньше делала когда видеокамеры не было ну конечно мне качество не очень нравилось посмотрим как получится будет что-то интересное в госпитале покажу сейчас показываю вам тузель уже крестик ну и дальше пойдет тузель салам алейкум а я фунцис манат вы знаете но это наш хлеб не чудо пищу и вот сейчас хлеб подорожал на 500 сумм стал 3000 был 2 500 раньше потому что мука узбекистане подорожала и местные и привозная зерно подорожала в связи с событиями на украине поэтому небольшое повышение цен прошло буханка хлеба тоже подорожала у нас но многие уже знают конечно и россияне многие знают даже не уже присылают что у вас там творится в узбекистане никогда такой хлеб дорогой не был ну что теперь делать мы живем в социуме надо воспринимать все позитивно рожать же не перестают из-за повышения цен заметьте здесь поставили туалет и душ вообще умный человек кто это сделал так наш президент мерзияев сказал что практически везде на дорогах надо ставить биотуалет и особенно если едешь в горы там путешествие чтобы по узбекистану стояли обязательно биотуалеты чтобы люди могли спокойно справить нужду и не гадить в кустики у нас уже вовсю продают арбузы пять тысяч сумм в килограмм это где-то пол доллара килограмм получается набрала целые сумки вещей у нас есть family market такой магазин семейный и там на развес продают неплохие вещи по качеству хорошие совместное узбекско-турецкое производство ну вот так дом относить в огород выйти на базар выйти так как я недалеко с базаром живу это нормально хорошо а так как я ложусь в госпиталь я пару пижамок прикупила внучкам купила дочкам купила пижамки и внуку обязательно это тузель 2 посмотрите какие бабайчики у нас станцуем сыграть и 12 а дом девятиэтажный напротив 10 дом пятиэтажка вообще тузель мне очень нравится как район раньше я не ценила его а сейчас заценила по чистоте я имею ввиду и посмотрите у нас по всему кварталу и по району поставили такие автоматы называется живая вода опускаешь денежку ставишь баклажку на какую литр и на ставишь баклажку сколько литров наполнить и тебе очень чистая сладкая вкусная вода выдается ты просто нажимаешь программу какая вода и насколько тебе нужно 1 литр 400 суммах это меньше полдоллара еще под навесиком сделали молодцы а у нас накадышева без навеса между прочим журавли стоят в бассейне что это за учреждение давайте пройдем посмотрим да вернемся к рассказу о том что тузель я зауважала почему потому что реально здесь очень хорошая видимо коммунальное хозяйство потому что вот давно уже еще даже позапрошлого года здесь чистота или сами жители такие у нас или действительно коммунальное хозяйство работает но говорят что здесь хорошо работают коммунальные это махалинский комитет центр махалит здрасте встретила знакомого он блогер и он заявляется председателем управляющей компании мурот раньше он был начальником тсж где дворец в тех домах но сейчас говорит в нескольких домах уже управляющей компании люди к нему переходят многие говорят что он обещает что обещает то и делает ну надо посмотреть и поговорить они торопились только поприветствовали друг друга и не я иду дальше посмотрите какой чистый район зеленый хотя мне сейчас сказали что здесь очень много конечно косяков это не так идеально как выглядит но я согласна что всегда есть какие-то в каждом доме проблемы сколько ни делай все равно они выходят появляются потому что дома конечно же здесь еще старые но этот квартал этот квартал он по сравнению с нашим первым кварталом третьим кварталом четвертым кварталом где армянские дома он молодой поэтому здесь более-менее так еще снаружи даже неплохо выглядят дома я теперь понимаю почему люди возвращают штакетники вот эти вот ограждения почему они снова ставят это именно от животных я в своем огороде тоже поставила раньше ставила такой у меня маленький правда был бордюрчик его убрали но сейчас я буду ставить именно все четыре евро потому что невозможно у меня стоит видеокамера которая им днем и ночью наблюдает видео съемка я все ловила ловила кто же у меня в огороде копается портит мои цветочки думала ну кто-то из местных животных бывает же люди выводят собак и не смотрят а вот именно поватился именно одни и те же цветы выкапывать ну это точно не кошка собака смотрю по видеокамеры сегодня подняла в 3 часа утра дикие собаки это как собака она не гадила не не какала не писала а просто злилась и так ногами же закапывают ширк ширк делала и короче мои цветочки ширкнула все поэтому пришла к мысли что надо все-таки ставить евро заборчик пусть невысокий но надо не столько от людей сколько от животных потому что изоляцию срывают это длинный-длинный дом здравствуйте какой номер дома это не чем-то здрасте 7 до тузель 2 или 3 это уже не просто и кима еще просто снимаю видео а здесь видимо и не снимали можно же было не снимать когда сделано хорошо все почему «нушел» «нушел» выброс здесь у многих огороды заборы не убраны так что я считаю что когда красиво и зачем это разрушать захват земли захват земли ну возможно там где за мы замками и так далее это захват земли а когда просто калитка прикрывает что именно собаки не забегали то это не считается захватом земли с правой стороны то что еще показываю это конечно тоже дом уже по-моему 3 квартал считается тузель можно конечно и так вот посадить изгородь и закрыть все но я не могу вообще запах переносить это изгороди внутри там машины стоят и нормальненько так но в любом случае то что красиво пусть остается я считаю наоборот надо привести в пример из говорить вот если вот у вас так будет без вопросов делайте живите можно даже сделать так что посчитать людям и во временное пользование в аренду дать земельные участки такие которые уже оккультивировали облагородили люди я бы вот с удовольствием лучше платила налог поставила бы красивый заборчик и за то что я использую землю платила бы налог спокойно из казне хорошо и мне хорошо и людям приятно потому что все было бы красиво как вот здесь видите можно сделать посмотрите какая вишня огромная как шпанка в этом году прям красота надо мне обязательно заморозить сейчас уже шпанки меньше стало надеюсь она подешевела хочу килограмм 10-20 заморозить шпанки прям обожаю шпанку вишнюю и вишнюю начали здесь асфальтировать так вот у нас продают арбузы частные предприниматели фермеры ну и скорее всего эти заборы будут тоже убирать до срезают а для себя а чё здесь тоже убирают здесь аллею у нас а вот эти люди убирают что ли заборы а аллею а понятно у нас на первом квартале тоже все убрали а здесь только это да будут убирать эти столь дороги то что аллею а в тех домах внутри квартала нет но там уже все заасфальтировано наверно не буду трогать так что вот смотрите здесь оказывается тоже убирают и будут по плану делать аллею конечно вот такой забор посмотрите разве это от животных это даже люди не перелезут но постараться конечно можно но прям огромный забор стоит а здесь даже ворота а нет это перила чтоб детки не упали ну в принципе у них очень красивые огороды что тут еще облагораживать люди уже все облагородили не сравнить живот с этим кстати эти люди которые и имеют красивые огороды они постоянно поливают вот эти деревья там насажали деревья розочки это они тоже смотрят за этим но теперь видите какая срань но что не делается все к лучшему мы тоже там боролись-боролись не заборолись стало конечно красиво но вот я и говорю что без забора все равно нереально пусть маленький будет но забор потому что эти собаки уже сдолбили которые особенно пришли наши которые люди имеют собак в основном собаки не залазит в огород но есть одна особа с охотничьими собаками с 33 дома а вот с 3 квартала 33 дома но если ее собаки залезут ко мне в огород и я на видеокамере увижу что они там срут или копают я ей приду претензию предъявлю потому что извините не для ее собак не для выгула я делаю огород а если она имеет собак пусть она их на веревочке вводит с ошейником с намордником и еще за ними их экскременты убирает а если так не хочет делать то тоже на них можно управу найти сейчас оказывается есть закон звонить 02 напрямую приезжают штрафуют если не пол не помогает забирают собаку я не против собак я люблю животных но ненавижу людей которые не следят за животными если ты имеешь животное ты его выгуливаешь убирай за ним говно и не разрешай идти в огород видит же что люди допустим посадили и и разрешает своим собакам идти туда и гадить пока я ее там не заметила когда у меня не было посажено цветов там в огороде да я видела через видеокамеру ее собак потому что она выгуливает их рано но из-за того что там было пусто я не не стала ругаться не стала ничего говорить потому что ну по видеокамере увидела пару раз собаки пробежали ее и все а так как сейчас уже намеренно не первый раз и испорчены цветы то я уже следить стала на видеокамерой думала и ее собаки оказалось нет пришлые но с ошейником понимаете кто-то отпускает ночью собак они гуляют до утра и вот эти собаки забегают за кошками хватают раздирают кошек вот и поэтому чужие собаки были вот хочу сказать это ну и друзья следите за своими кошками тоже домашними чтобы они у вас на улице ночью не ходили ну нельзя конечно удержать кошку но как бы внимательнее что были потому что у нас во дворе собаки я правда не видела сама но я слышала как они напали на кошку кошка заорала я начала кричать на собак собаки разбежались немножко потому что их было пять больших собак три огромных собаки с ошейниками и и две помельче и мне сказали что эти собаки со стороны теннисного корта приходят прям именно кошек раздирают и не съедают играют ими как футбольным мячиком а потом бросают и вот мы нашли котенка с нашего дома мы его выкармливали все лечили и они вот так его разодрали хотя наши домовые собаки они кошек не трогают эти кошки наши не боятся так собак видимо это и плохо утром нашли котенка с выпущенными кишками разодранного на детской площадке я думала убежал котенок ну я не знала что это наш котенок просто думала может мой кот там может быть чей-то кот ну не думала что этот маленький котенок конечно очень жалко но с другой стороны смотрите кто идет вечером пути осторожны по третьему кварталу по второму кварталу бегают вот эти пять собак одна серая такая пятнистая одна коричневая собака одна бежевого цвета и две шавки такие среднего так ну до колена наверно они все с ошейниками и ухоженные собаки раз они на кошек нападают они могут на людей напасть потому что кровь уже почувствовали в этом доме у всех людей были тоже огороды высокие-высокие заборы такие и все здесь сняли сделали аллею ну по плану в принципе там был тротуар а он был у них как захвачен вот по арык были здесь забора стояли только арык не захвачен был и когда идешь по дороге была вероятность что тебя собьют машиной но сделали и здесь маленький такой высокий тротуар узенький и вот с той стороны широкий скамейки был ли ну чё то но что-то вижу одну скамейку а так очень много было здесь камеек куда их увезли собрали и поставили в другое место что ли у нас же так практикуют сажают деревья потом ночью выкапывают увозят в другом месте сажают для отчета президенту якобы сделали работу это уже во всех соцсетях писали уже все смеются миллион раз хочу вам показать эти наши 12 этажки они очень высокие такие с интересной планировкой квартир здесь нет газовых плит здесь электроплиты и у людей у жителей этих домов скидка 50 процентов на электроэнергию потому что по закону узбекистана если в квартире больше 80 процентов электроприборов дается 50 процентная скидка на электричество эти дома проект проект ленинградский приезжали именно ленинградские строители это были как бы экспериментальные дома сейсмоустойчивость была здесь проверено все 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 учтено и сделали таких домов несколько по ташкенту в этом районе эти две 12 этажки и вдоль дороги в сторону рахата едешь с левой стороны тоже стоят такие же четыре по моему 12 этаж и а и 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 вот у меня вот такой похожий заборчик чуть-чуть выше был тоже убрали но здесь слава богу стоит хотя здесь еще не было перестройка не коснулась то ямту канал пока но думаю что вот такие некрасивые забору их уберут не покрашены их надо или покрасить привести в порядок какие яблочки с поспели уже снизу все ободрали где кто достал верхушка еще осталось как в частном доме здесь а этот забор вы видите с левой стороны здесь началось строительство 16 этажных трех домов сначала сказали что будут 12 этажки потом решили сделать 3 16 этажки представляете напротив вот этих домов 12 этажки и 25 метров нет начали строить 16 этажки но когда копнули пошла вода 10 метров глубину прокопали пошла вода вроде бы прекратили строительство но опять стали строить люди здесь боролись боролись потому что вообще получается если поставить здесь 16 этажки то можно ходить в гости через мостик к 12 этажкам поставить лестницу и вперед это детский центр и при детском центре батут надули детишки играются прыгают и котлованчик пока приостановили видите начали рыть и здесь уже зарыли половина котлована не знаю что здесь построят ну что-то хотят построить не будет же пустырь стоять все да я знаю 16 наверное не будут ставить будут опять будут сказать да я понимаю но говорят здесь воды пошли вода пошла говорят не будут вот парень говорит по проекту 16 этажки такие вот дома хотели построить но я не думаю что построить потому что видите я показала вам что котлован уже зарывать начали может быть меньше количество этажей поставят дома то ладно но представляете напротив таких высотных еще выше и реально если здесь грунтовые воды то бабахнется сто процентов не позавидуя кто здесь купит квартиры но и этим людям опасно потому что если на их сторону перекос этих этих домов будет то пострадает эта сторона жильцов будем надеяться на хорошее что не построит эти 16 этажки все-таки и будет что-то нужное для людей так что вот вам третий квартал тузель дальше не пойду нет времени буду с вами прощаться до новых встреч пишите мне всего вам хорошего самого лучшего самого светлого пока пока